Здравствуйте! Во всех вузах республики идет активная подготовка к вступительной кампании. Поговорим об этом подробнее. У нас на связи исполняющий обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Виктор Лябичев. Здравствуйте, Виктор Дронович! Здравствуйте! Расскажите, как в этом году проходит вступительная кампания в Луганском национальном университете Владимира Даля? Вы знаете, мы надеемся, что к нам придут в этом году больше студентов. И нет сомнений, потому что по результатам дней открытых дверей было очень много школьников с родителями, которые определялись, мы им разъясняли и увидим, безусловно, результаты этой работы. Потому что наши ученые, руководители, все общались по школам с учениками, по предприятиям, везде-везде ходили, встречались. Была проведена огромная работа. По каким специальностям идет набор на этот учебный год? Далевский университет – это огромный университет. И мы сегодня принимаем на 105 специальностей. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. Такой круг обширный. Пожалуйста, смотрите, выбирайте, куда хотите. Мы подскажем, посоветуем. Безусловно, все останутся довольны, потому что, имея опыт и уже проанализировав ту работу, безусловно, мы видим, что каждый родитель хотел бы услышать о специальности, более глубоко изучив его. Мы, наши ученые, это делают, рассказывают и к нам приходят. Приходят 13 тысяч студентов у нас в этом году. Мы надеемся и ставим задачу, что в следующем году у нас будет 13 с половиной. Даже не сомневаемся, потому что Далевский вуз – самый крупный, и здесь должно учиться больше студентов. Какие самые востребованные сейчас специальности? Ну, на сегодняшний день, если смотреть, не лукавя по специальностям, безусловно, это у нас сейчас институт гражданской защиты. В том году 17 человек на место. И в этом году, вот я буквально встречался, ездил по школам в общении с ребятами. Все, конечно, снова вот хотят, хотят поступить в этот институт. И в этом году, безусловно, там будет самый большой конкурс. Надо сказать, что очень желательно так, и мы подсказываем, что все-таки технические специальности для нас в сегодняшний день самые важные. И туда надо поступать. За предыдущий год мы имели на 10% больше ребят, которые поступили на технические специальности. Потому что надо промышленность поднимать. Наше правительство, министерство уделяет много внимания, выделяет бюджетные места, и действительно результат мы видим налицо. Потому что ребята все практически поняли задачу. И мы увидели, что большинство все-таки распределились по техническим специальностям. Но идут на специальности, безусловно, экономические, на юридические. Там также большие наплывы. Тут надо отметить это. Ну, а если в целом посмотреть. Вы знаете, вот какую специальность не возьми, вот все равно мы проанализируем, мы видим все равно прирост студентов. Это нас радует. Потому что все-таки каждый выбирает специальность по своему умозаключению, по своему вкусу. И, пожалуйста, идите, учитесь. А в целом, каждую специально проанализировав, мы видим положительную динамику. Так что нас это радует. В целом, у нас направление увеличить технические специальности. Но, тем не менее, экономисты, финансисты, психологи, журналисты, юристы идут. Молодежь выбирает, так же туда поступает. Расскажите о преподавательском составе вуза. Какая база для обучения существует? Что сказать, конечно, по нашим кадрам, по самым, как сказать, драгоценным, я бы сказал, моментам. Мы гордимся, что в нашем Далевском университете работают талантливые ученые, мэтры своего дела, 65 докторов, наук, профессоров. Вы знаете, это каждый, вот по отдельности, это целая эпоха. Есть чем гордиться. И мы гордимся, что все-таки действительно вот такой мощный научный потенциал Далевского университета, способный решать все вопросы. У нас много школ, направлений. Этим делом мы занимались практически всю свою учебную жизнь. И на сегодняшний день продолжатели вот этих школ есть. И наука впереди, и вот все вот научные начинания. Я думаю, что научный потенциал всегда на высоком уровне. И есть продолжатели, потому что мы гордимся, мы готовим будущих ученых. Мы защищаем их в наших советах. И вот динамика положительная. И мы этим занимаемся, потому что основа основ для нас, Далевского университета, это дать прекрасную специальность, дать прекрасные знания будущим руководителям. Это основа из основ. Как реализуется гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса? Ну, если в целом просмотреть вот с 2014 года, вы знаете, с каждым годом к нам все-таки идут, и нас это радует. И вот как ни возьми каждый год, смотрят, как бы там не лили на нас грязь, как бы там не ставили эти козни. А дети выбирают специальность и выбирают вузы. И в данный момент, вот, с Украины к нам с каждым годом приток студентов увеличится. Начиная в 14-м, 90 человек, в следующем году 110, 240, 305. И с каждым, каждым годом динамика растет. И мы это приветствуем. Мы проводим огромную работу. И в дистанционном поле мы предлагаем, вот сейчас у нас прошло тестирование. Мало того, к нам приезжают учиться и в Станецкой Народной Республике, и с Россией. С каждым годом, вот, что касается России, на сегодняшний день у нас там уже 250 человек учатся. И так постоянно, что, вот не возьми какой регион, к нам идут, идут, идут. Я понимаю это так, что будущие студенты, будущие, ну, выпускники школ, они определяются заранее, уже зная ВУЗ, куда выбрать, какую специальность. Мы видим, что Далевский университет с каждым годом производит прекрасные наборы. И мы в этом вопросе всегда впереди и вот на протяжении этих военных лет. Как решается вопрос трудоустройства? Вот, уважаемые коллеги, если посмотреть, то буквально у нас в том месяце была ярмарка вакансий. Мало того, к нам пишут письма руководителей предприятий, администраций, министерств, просят направить специалистов. На сегодняшний день мы, вот, те студенты, которые учились на бюджете, мы их трудоустраиваем. Это задача номер один. Государство, министерство, есть положение, есть указ, безусловно. Мы общаемся и с предприятиями и стараемся, чтобы наши студенты сразу пошли на свое рабочее место и пользовались льготами. Так что в этом направлении, я, безусловно, хотел бы сказать, все ВУЗы, не обязательно Далевский, каждый ВУЗ в этом вопросе работает. И мы понимаем эту важность задачи, которая стоит перед нами. Спасибо, Виктор Дронович, за ваши комментарии. Спасибо. А я напомню, что у нас на связи был исполняющий обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Виктор Ябичев. На сегодня это все. Увидимся.